Сейчас я выпью этот смузи, а потом расскажу вам еще 7 рецептов на целую неделю, которые вы сможете готовить каждый день. Потом расскажете, какой вам понравился больше всего. Приятного аппетита! Пошла третья неделя карантина, ну, из самоизоляции, так ее правильно называть. Но, по сути, мы все равно все сидим дома, и за это время, за две недели, даже я, человек, который всегда придерживается правильного питания, начинаю замечать, на второй неделе это пошло, что я начинаю подтаскивать продукты. Меня начало тянуть на углеводы, булочки, хоть и безглютеновые, но булки, печенье, хлебцы, орехи. Пошло уже туда, куда-то к сладкому, не очень полезному. Если первую неделю я ела, как по часам, и с семьей собирались завтрак, обед, ужин, проблем не было. Вторая неделя уже скука где-то, стресс, тревога начали накрывать, и пошли сбои в режиме питания, которые не приводят ни к чему хорошему. У кого-то увеличивается объем талии, у кого-то начинаются проблемы с ЖКТ, у кого-то вылазят проблемы все на коже, на лице, потому что ты ешь слишком много углеводной или сладкой пищи. И чтобы с этим справиться, чтобы, вы знаете, как это, с понедельника начну, но можно начать в любой день, с утра. Я рекомендую всегда сделать это на зеленых смузи. Почему зеленые смузи? Потому что зеленые смузи – это легко, это вкусно, это полезно, и это то, что можно готовить не только по утрам, в любое время дня. Я хотела сказать и ночью, но если кто-то ночью не спит, почему бы и нет, нужно и ночью приготовить, единственное, блендер будет сильно шуметь, и боюсь, вы разбудите всех своих домашних. Я полюбила смузи, наверное, года 2-3 назад, года 3 назад, да, это было в Испании, мы приехали туда отдыхать, к нам прилетела старшая дочь, которая, ну, как и все молодые девушки, очень помешана там, очень заточена там на здоровое питание. И Испания, почва благодатная, страна благодатная, фрукты свежие, вкусные, сочные, и мы начали готовить обычные смузи. Кто откажется от смузи из манго, кто откажется от смузи из спелых груш, персиков, абрикосов, ну, то есть, вот все то, что вкусное, солнечное, сочное, аппетитное, то, что там есть. Честно говоря, это было вкусно. Все мои домашние это любят, и муж, и старшая дочь. Сладкие смузи полюбила вся моя семья, кроме меня. Они для меня оказались чересчур сладкими. Несмотря на то, что я сладкоежка, ну, вот в таком объеме, в таком количестве выпить там кружку смузи, сколько здесь, 280-300 мл, да, для меня это, вот, честно, перебор. И закончилась моя история со сладкими смузями. После возвращения из Испании, это был сентябрь, мы прилетаем домой, мне муж подарил тогда новый блендер, и говорит, ну, давай смузи. И привез с рынка много, много очень ягод, фруктов, и я приготовила, как сейчас помню, это был какой-то, знаете, вот это фруктовый такой развал у меня на кухне. Я приготовила смузи из бананов, киви, клубники, груши, по-моему, то есть я взяла все самое вот такое вкусное, то, что я люблю. Через буквально минут 15-20 мое лицо стало малиновым и началось жутко чесаться. Я еще в тот момент не знала, что у меня аллергическая реакция на бананы и на киви. А я их добавила в этот смузи, выпила свои заветные там 300 мл или 250 мл смузи. Реакция была ужасная, антигистамины, вообще ничего не помогало. Ну, я тогда даже, если честно, не очень поняла, что это такое, но так как зуд начался, мне врач посоветовал выпить антигистаминный. Все, и вот я с того момента эту историю с экспериментами со сладкими фруктами и ягодами прекратила. Пока полтора года, наверное, назад, или, наверное, два уже года назад, моя дочь, опять же старшая дочь, я вообще благодарна своей дочери, не рассказала мне о зеленых смузи. В основе зеленого смузи салаты любые. Это могут быть миксы салатов из латук, руккола, шпинат. Это может быть салат айсберг. Это может быть сельдерей. Это может быть зелень, петрушка, укроп, базилик. Все, что вы любите. Это могут быть огурцы, все зеленые овощи, травы и салаты. Кроме этого, естественно, мы добавляем туда любые другие ингредиенты. Это может быть и болгарский перец. Я с ним тоже готовлю на любителя. Пробуйте, экспериментируйте, как вам понравится. Это, конечно же, может быть авокадо, который очень полезен нам, женщинам. Яблоки, апельсины, у меня аж слюнки потекли. Спелые груши, не смотрите, что они темные. Я всегда покупаю самые мягкие, самые сладкие медовые груши для смузи. Апельсины. Отрезаем половинку, выжимаем туда сок. Просто бомба. Особенно сейчас весной, когда всем не хватает заряда эмоций, настроения и витамина С. Имбирь. Для профилактики, если вы успели им закупиться, чуть-чуть, несколько кусочков отрезать или натереть на терке и добавить прямо в блендер. Чем хорош зеленый смузи? Я много по этому поводу разговаривала с врачами, терапевтами, диетологами и косметологами. Потому что моя-то проблема, прежде всего, самая явная, скажем так, косметологическая. Она же у меня вся на лице. Очень хорошо все зеленые овощи влияют, сельдереи и салаты, и огурцы влияют на состояние нашей кожи. Они все гипоаллергенные. Они все помогают выводу лишней влаги, снимают отечность и улучшают состояние лица. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас был отличный цвет лица, если вы хотите избавиться от отеков, если вы хотите, чтобы ваш ЖКТ работал прекрасно, зеленый смузи – это то, что вам нужно. И вот именно с него очень хорошо начинать какую-то, вы знаете, как это мы всегда девочки любим, там с понедельника, да, возьму с понедельника, начну, вот задавать какой-то старт своей новой, здоровой, здоровой, легкой жизни. Потому что все, что нужно – купить упаковку салата, купить сельдерей, если его любите, тоже на любителя. Я очень долго не могла его есть, пить. А потом стала добавлять зеленый смузи, и мне понравился. А ведь это же просто источник всех витаминов и микроэлементов. По фруктам тоже, по фруктам, ягодам вы можете комбинировать и экспериментировать, что любите конкретно вы, что вам вкусно, какие сезонные ягоды можно использовать. Можно брать замороженные ягоды из вашего холодильника, которые ждут всю зиму, там пролежали ваши заготовки с дачи. У меня был такой случай. Однажды я писала статью на тему зеленых смузи, делилась своими рецептами с одним женским журналом. И главный редактор этого журнала спустя полгода прислала мне на почту такое благодарственное письмо. Я говорю, что случилось, Ирина, в чем дело? Она мне говорит, да просто твои зеленые смузи изменили мою жизнь. Кардинально изменили. Меня ненавидят все подруги, потому что не могут понять, что со мной произошло. Я похудела на... она мне пишет. Я похудела на 10 килограммов, у меня отличная кожа, я просто порхаю, как бабочка. А все почему? Потому что каждое утро она брала пучок, знаете, в горшочках, да, пучок салата зеленого. Она брала банан, она брала инжир, она брала огурец. Все это смешивала в блендере и каждый день это пила. Огромный пучок салата, ну вот который в горшочке растет. Банан, инжир и огурец. Это на ее вкус. У меня совершенно другие есть рецепты. И сегодня, после того, как я вам покажу, как я готовлю сегодня свой зеленый смузи, я вам дам 7 рецептов зеленых смузи на неделю. Чтобы вы могли с чего-то начать, а потом уже пробуя, распробуя на вкус, вы поймете, что вкусно именно вам. Почему сегодня вообще про зеленый смузи говорю? Потому что я сегодня устроила себе разгрузочный день на зеленых смузи. Мне говорят, худеть тебе не надо, ты ведешь очень активный образ жизни, зачем ты голодаешь? Для чего ты целый день решила провести на зеленых смузи? Во-первых, ты именно едаешься. Я не могу сказать, что я голодаю, потому что это не свежевыжатый сок. В смузи достаточно клетчатки. Я могу их пить столько, сколько захочу. Я делаю их вкусными и я получаю удовольствие. Я не воспринимаю это как что-то обязательное, как лекарство, которое там нужно принимать. И я делаю это тогда, когда чувствую, что мой организм, ну, как вот сейчас, после двух недель в самоизоляции, засиделся. Мне не хочется есть мясо, абсолютно не хочется есть мясо. Мне стало тяжело от этой пищи. Мне хочется какой-то добавить легкости себе. Как, знаете, иногда говорят, почистить свой организм. Помочь работе ЖКТ, взбодрить себя. Ну, и вообще получить какие-то новые эмоции, вкусы и ощущения. Почему бы нет? Пусть они будут такими, а не вот это подтаскивание печенья и конфет из кухонных шкафчиков. Какие смузи я готовлю себе в последнее время, какие смузи я больше всего сейчас люблю. Для них я беру такой хороший пучок микса салатов. Это латук. Видите, он красный, зеленый. Здесь есть шпинат и руккола. Если вы любите пряные травки, петрушку и укроп, петрушка, кстати, знаете, да, очень хорошо от приотеков помогает. Но добавлять ее нужно чуть-чуть, потому что они такие прям очень ароматные. Можете укроп добавить тоже хорошо. Я беру одну или две веточки, одну или две веточки сельдерея. Мы их режем. Ты хочешь мне помочь, Ева? Да. Мы точно так же, как и все, сидим всей семьей дома. Вместе работаем, вместе готовим. Так, тебе неудобно будет сюда складывать? Попробуй. Ну-ка, попробуй. Вот, Ева мне помогает. И когда мне говорят, что как ты все дома успеваешь, ну, я на самом деле мало что успеваю. Но Ева помогает мне успевать больше, потому что Ева помогает мне готовить, мыть посуду, да, убирать дома. Что ты еще? Поливать цветочки мне помогаешь, да. Мы берем сочную-сочную медовую, вот она прямо мнется, грушу. И я порежу так, как я обычно режу. Там, где-нибудь маленький ножик. Вот таким маленьким ножичком, смотри. Я прямо сюда, потому что она прям очень мягкая. Такие груши я покупаю специально для смузи, потому что именно они добавляют мне сладости. Вот чуть-чуть, немножко сладости, без которых, конечно, если просто делать на основе салатов и сельдерея, для меня не то. Кому понравится, кто-то с удовольствием ест. Так, добавили мы грушу. Давай добавим немножко апельсинового сока. А как ты будешь добавлять? Вот этот? Ты хочешь выдавить? Так, я сейчас тебе дам, куда выдавить. Подожди. Да, выдавливай сюда. Вот так. Не бойтесь, переверни, смотри. Вот так переверни, чтобы вниз давилось. Не бойтесь, давайте разрешать детям вам помогать. Иначе отобьете все желание. Пока просят, разрешайте. Вот пока просят, разрешайте. Потом не уговорите дело. Поэтому у меня мама моя учила со старшей дочерью. Вот так мы выдавливаем апельсиновый сок. Ева выдавливает свой апельсиновый сок. У меня больше нету. Отлично. Тебе еще дать? Ну, давай вот этот вместе выдавим. Вот так нужно его взять. Так, и руки заодно потренируем. Так. Молодец. Давай я додавлю оставшиеся. Так. Вкусный-вкусный, сладкий-сладкий апельсиновый сок. Витамина С добавили. Можем добавить немножко... Видишь, и твой вылили. На, вытирай ручки. Можем добавить немножко имбиря, потому что про наш иммунитет сейчас помнить нужно. Да? Кидай ты. Это имбирь. Понюхай его, попробуй. Это он там волосатый. Он такой волосатый. Ну, хотя наши руки сейчас пахнут имбирем. И добавим туда семена льна. Семена льна очень полезны нашим измученным всевозможными непереносимостями кишечником. Так. Добавим семена льна, раз уж мы решили почиститься. Кто-то готовит смузи вот из всех ингредиентов. Из овощей, салата, фруктов, ягод. Как есть. Перемешивайте. Получается такая густая масса. Ее можно пить. Ее можно есть ложкой. Если вы поставите на несколько минут в морозилку и чуть-чуть подморозите, это будет у вас практически смузи-болл, в который можно, уже слюнки потекли, в который можно добавить еще свежие ягоды сверху, оформить свежими фруктами или гранулой. Дай вонька. Еще хочешь апельсиновый сок давить? Давай. Для себя? Вот и для себя. Сейчас мы выдавим апельсиновый сок. Держи. На. Дави. Я люблю такую консистенцию зеленого смузи, чтобы она легко пилась, чтобы мне было это делать комфортно. Но это мои личные какие-то там пристрастия. Поэтому я добавляю либо обычную питьевую, либо газированную воду. то это неважно, любую. Добавили воду. И сейчас самое интересное, то, что мама делает всегда по утрам, что его мама делает? Смешивает. Жужжит. Сюда. Сюда. Так, я буду сейчас жужжать. Вытирай руки. Ты уши будешь закрывать? Я наушниками буду. Беги, закрывай уши наушниками. Ева не любит, когда жужжит блендер. Одевай. Одевай наушники. Одевай наушники. Будешь сама включать? А куда я нажимаю? А иди покажу, мой ассистент. Нажимаем эту кнопку. Дядя, наушники. Я сама. Ты не слышишь никого и кричишь. Одевай. Так, и соседнюю кнопку. Поехала. А что там блендер есть там? Это мой смузи. Можно сделать сюда нашу мушку. Как сейчас? Нужимай. Смотри, как сейчас будет. Что? Вууууу. Вууу. Вууу. Выключила? Так. Сейчас я наливаю себе смузи, а ты напробуй свой апельсиновый сок. Это мы убираем, как сок. Немножко, да, апельсинов всегда немножко кисленькие, как и все цитрусовые. Все. Мой смузи готов. Я сделала себе две порции здесь. И с удовольствием их выпью. Вы можете делать поменьше порции, если только начинаете. Потому что секрет зеленых смузи в том, что выпивать их нужно, как и любые, в принципе, смузи в течение 30 минут. После приготовления. Дальше уже все. Пользы от них не так много. И вкус, кстати, не тот. Потому что у меня бывали моменты, когда меня отвлекали, я оставляла. Нет, их нужно выпивать сразу. Боже, как вкусно. Выглядит это смешно. Мама моя до сих пор не понимает, как я это пью. Если у меня еще немножко осталось. На завтра оставили. На завтра оставили? Нет, я выпью это сегодня. Выпью это сегодня в течение 30 минут. Пока ты пьешь свой апельсиновый сок. Сейчас я выпью этот смузи, а потом расскажу вам еще 7 рецептов на целую неделю, которые вы сможете готовить каждый день. Потом расскажете, какой вам понравился больше всего. Приятного аппетита! Итак, 7 рецептов зеленых смузи на неделю. В понедельник 100 граммов салата, добавляем 100 граммов клубники, свежие или замороженные, какая у вас есть. 100 граммов голубики или черники, тоже свежие или замороженные. 1 банан или 1 яблоко. Воду добавляем по желанию. Вторник. Берем горсть шпината, петрушки, половину апельсина. Апельсин вы можете добавлять с мякотью или выжимать из него сок, по желанию. Добавляем 1 грушу. Воду по вашему вкусу и желанию. Среда. Берем 100 граммов салата, 1 палочку сельдерея, 1 маленький огурец, 100 грамм замороженной ягоды. Проверьте в свою морозилку, что у вас есть. Смородина, малина, 1 яблоко, 1-2 чайные ложки сока лимона, вода по желанию. Четверг. 100 граммов салата, 1 маленький огурец, половинка авокадо, 1 киви, 1 хурма. Вода по вкусу и желанию. Пятница. Берем 100 граммов салата, половину авокадо, 1-2 инжира, яблоко, небольшой огурец, воду по желанию. Суббота. Давайте поэкспериментируем с овощами. Сделаем смузи из пучка салата, 1-2 палочек сельдерея, половины болгарского перца, огурца. И добавим 1-2 столовых ложки семян льна. Воскресенье. Пусть воскресенье будет сладким. Возьмите свои любимые сладкие фрукты. Это может быть сладкая груша, банан, персик, абрикос. То, что соответствует сезонную, то, что продают у вас на рынке или в супермаркете. За основу возьмем пучок салата. Добавим 1-2 палочки сельдерея. Я, например, взяла бы сладкую медовую грушу. Выжала сок из половины апельсина. И добавила 1 столовую ложку семян льна, чтобы не только сладко, но и вкусно было. Подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят правду. Про еду.